Наша колдунья и паладинка в одном из номеров. Они больше вас всех среагировали на плавание. Ну да, как обычно. Видимо, они еще не отошли от предыдущих своих болезней, поэтому они много и громко чихают. Добавим барную стойку. Типа сельский трактиль, да? Ну да, это скорее не сельский, а типа придорожник. Ну да. Вот, я такую хочу тоже сделать, такую в жизни. А торговец бывал бы в ридерпорте? Да. Он что-нибудь интересное может рассказать? Или важное, или там не знаю, куда ходить, куда не ходить. Что за город вообще? Чего тут думать? Что тебе надо? Вы барды отправили, торговец Камоне. Не, ну я же не сам бывал. Ну бывал, ты не знаю, в Праге бывала. Ну да. Назови мне 3-4 хороших ресторанов в Праге. Я забыла. Ну вот, и он тоже бывал. Понимаешь, дело в том, что ты-то там отдыхала, а он работает, то есть он туда приезжает, забывает свой товар, переночевал. Так что сейчас он выдел порти, чем бывает. Нет, так меня же недостепримечательности интересует. Может это страшный город, куда вообще не надо соваться? Да, это страшный город, куда я не надо соваться. И поэтому он под Венчер пасит, да. Вы же герои. Что там про Дендерус? Так в чем действительно? Так я по того и расспрашиваю, интересно же. Что мы можем узнать в дилпорте вообще? Какая-нибудь история к нему есть? Здесь скорее не история, а дипломатия. Потому что нолич локал вы, к сожалению, никого из вас нету из дилпорта. Ну да. Да, согласен. Вы пытаетесь разговаривать с трактивщиком. Что у них вообще происходит? Ну да, какие новости в городе? Давно у них так хрень сверла. Да. Хрень это у них не очень давно. Вот вам трактирщик. Да. Вот. Опять витаминка? Нет. Вот. В трактирщиках в трактире вы видите девушку. Типа бикини Мэйли. С здоровенным мечом за спиной. Она сидит за барной стойкой и попивает Эль. Здоровенной кружки. Симпатичная. Видно, что она большую часть своей жизни тратит на тренировки и убийство врагов. Разделение верхней части от нижней, левой от правой, добра от зла. Вот. Она такая вся из себя крутая. Есть еще какие-то комонеры, но я их особо выставлять не буду, чтобы вам не дурить голову и не пугать. Мы еще второй не взяли, да? Что? Мы еще второй не взяли. Уровень нет. Правда сейчас за концом привлечения. А так к концу сегодняшнего дня вы возьмете второй уровень. Если даже я взял. Вы тут живете, но я не уверен, что все. Да. Надо было 15 чарников делать. Ну. С вами хорошо, когда за стол сидит трактирщик. Ой, не трактирщик. А ж такой цар. Вот это покатать. Ну, он рассказывает вам историю. Приблизительно все то же самое, что рассказал Хаффлин. Потом рассказывает теми же словами, которыми рассказывал Хаффлин. Хаффлин. Видно, что у него хорошая память. Угу. Вот. Он рассказывает о том, что как бы по легенде на месте этого города когда-то давным-давно жили эльфы. Был большой красивый эльфийский город. Вот. Но много-много-много-много лет назад что-то упало с неба на это место. И в общем-то разрушило. Что послужило в принципе толчком одному из первых больших переселений эльфов. Когда они покинули это место и этот мир. Хотя какое-то время эльфы в мир вернулись, то почему-то в этот город они уже не возвращались. Поэтому живут в нем в основном люди. То есть 90% населения это люди. Вот. Город славен тем, что это неплохой, скажем так, порт для торговцев, в которых они могут восстановить свои корабли. Правиться куда-то. Вот еще в городе есть, наверное, единственное место в Арисии, где плавят этот самый адамантин. О! Вот. Там в одном из мест, видимо, в процессе древнего какого-то этого самого катаклизма, из земли выходят газы. Ушлые дварфы приспособили таким образом, чтобы использовать этот газ для своих целей. Соответственно, куют там достаточно большие кузни и алкемические лаборатории. Вот. Еще он говорит, что есть золотой гоблин. Это достаточно крутой и известный в королевстве в Ларисе горный дом. То есть если вы желаете играть на деньги, это вам туда. Вот. Дядя. А если денег... К сожалению, говорит, я запамятовал, как зовут его хозяина. Угу. Вот. Но там, в принципе, особых рекомендаций нету. Пускай туда без особых проблем. Что он еще может знать? А. Он знает, что есть общественная таверна. Она так называется. Вот. В которой, в принципе, достаточно дешево можно переночевать, поесть, попить. Ну и там оказывают матросам некоторые услуги, которые необходимы матросам. Если вы понимаете, о чем он. Вот. Еще он вас предупреждает, что городок достаточно такой... То есть в нем достаточно большая история криминалитета. Угу. Вот. То есть... Но! Если с бандитами сильно не вступать в никакие конфликты, то все в порядке. Ленин спрятала грамоту подальше. А если сговоры... Все вообще... Вот. Кошелек привязали трижды. Ну, следить за кошельком, меньше распространяться о целях своих визитов, если они имеют хоть какую-то ценность и так далее. Вот. Ну, говорит, на этом, наверное, все. Говорит, я, говорит, туда заеду и... Не знаю. То есть, возможно, я отправлюсь дальше на север. Потому что я растратил вообще, потерял почти все. И мне не с чем возвращаться в катапе. То есть, а так, не знаю, хоть мехов каких-нибудь закуплю. Вот. Потому что что-то, говорит... Ну, а пока корабль там... С подозрением смотрит на вас. Говорит... То, что начиналось очень хорошо, закончилось пока очень... Не очень. Я не знаю, кто... Главное живы. Кто ж в руля был. Ну, а потом еще больше крестьян. Будет драка, хорошо. Крестья готов. А что там может быть при еге в Ридгл-Порте? Он говорит, я человек неридиозный, но храм Кавина Кальдена я знаю. Хорошо. Там точно есть. Вот. Это, конечно, не мое божество. Но... В лишний раз... В лишний раз побухать... И попутешествовать можно. Наверное, кому вас не знает. Это божество алкоголю. И поклонение к нему происходит куда-нибудь. Скорее так, божество Д'Артаньяна. Я думаю, оно такое сложное, но они его выговаривают. Своих кубиков надо знать. Правильно. Два вида поклонения. Первое, это просто поклоняешься в нуду. Пьешь? А есть еще жертвоприношение. А есть? Круглые сутки. Да. Вот и говоришь с божеством на хрямую. Еще можно пеший спонзор. Пеший. Вот я вам напомню, что с вашими вещами ничего не стало. Были медленными, потому что вы их засунули в этот самый... Бэк офф холдинг. Бэк офф холдинг, а бэк офф холдинг в мех. В результате все у вас укилось хорошо. Кучка села. Тем не менее, мне от вас необходим бросок выносливости. От всех. Просто бросок зимуковской артитуды. Просто кон добавить. Сапога. Шесть. Одиннадцать. Пять. Пять, шесть, одиннадцать. В общем, те, у кого меньше десяти, вас мучает немножко насморк. Вот. Паста. И кашель. То есть, вы кашляете и периодически вам приходится усмаркиваться. Это... Понимаю, что для героев это весьма унизительно. Можно купить шарфик. Вот. Потому что покурил, напьешь. Он помогает от насморка. Или попеть. Да ладно. Просто спроси, у Тарктирсика что-нибудь есть от насморка. Там травка такая. Малиновое варенье там. Сейчас я у себя в сумке посмотрю. Местность-то не очень... О, смотрите-ка, что я нашел. Кури. Да. Сейчас пойдем пособираем травм. От насморка 100%. Ну, сейчас уже достаточно, да, поздний вечер. То есть, поэтому сидите в таверне, отогреваетесь теплым элем. Но, тем не менее, некоторые последствия... Покашливаем. Да. Еще какие-то заявки будут или не будут? Будут со временем. Со временем. Пока вроде все. Вот. Кормить никого? Меч ждать не хочет? Меч на самом деле пока молчит. В животе меча. Он доволен великой победой. Он осознал, что к нему начали относиться с уважением. Значит, что есть простой меч. Он к сможет посадить. Без уважения. Вот. Ну, если заявок от вас больше никаких не было, то, в общем-то, больше ничего и не происходит. Постепенно. С утра я хочу пособирать все-таки стравки от нас. В окрестном из местных кто-то не знает, поговорить с кем. Очень интересное. Все интересное. И так просто гостяне и все. И этот 21. Ура! У меня есть травки от нас. Мы завариваем с нейроком чай с утра. С утра. Конечно. Я с утра побегал по окрестностям и насобирал травок. Пытаемся вылечиться. С чем занимается Линь оставшийся вечер? С... Я спросила. Больше ни с кем интереснее там, ни с кем поговорить. Я вроде описал все, кто там есть. Я ж не знаю, с кем тебе интересно говорить. Это мелкий городишко с таверной пьянной. Чуваков с золотом. В красивых доспехах там, не знаю. Ну, не знаю. С девушкой вот этой. Почему бы и не так расспросить. Пошли. Окей. Ну... Линь, видимо, в какой-то момент вечера просто там вежливо подходит к девушке. И, ну, начинает... Ну, не знаю. Хорошо. Как гномки подходят вежливо к девушке? Подкапывать. Неинтересно. Просто, да. Просто с улыбкой и так далее. С разгоном слайд такой. Просто рассказывать, что вот мы тут... Что... Мы недавно сюда попали, вот мы с друзьями. И... И что? То есть как бы представляется и начинает ее расспрашивать. Смотрите, что она сидит за столом, пьет эль. Ага. И тебя даже не посмотрела. Я говорю... То есть она периодически оборачивается, осматривает помещение, удовлетворенно хмкает и попивает эль. Не, ну, если не просмотрела, то ее памятник бухает в одиночку. Подумала гномка и ушла. Видимо, охранница, наверное, не что-то. Кто там она рассказал. Бинго. Не хочет разговаривать. Вышибал. Ну, тогда все. Дальше. Ночевали мы в таверну, да? Тогда вещи в порядок привести. Второй этаж. Он представляет себе одну большую комнату, которая местами огорожена шибочками. Там разложены... Сан-Бернара пустили в таверну. Разложены спальники. Сан-Бернара не пустили в таверну, но... Куда-то приютили, да? Ну, в стойлах есть отдельное небольшое помещение, в котором содержат всяких кабанов, собак и прочую нежить. Хорошо. Сан-Бернара обиделся. Почему? Сан-Бернара. 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 Ты же слышишь, что крафт этот тренированный навык? То есть его надо иметь тренированный, чтобы бросать. Да, но фит, о котором говорится, что вы можете использовать нетренированные навыки, позволяет использовать нетренированные навыки. Наверное, это логично. Ну, правда. Ну, правда. Только там должно быть на крафт все-таки меньше хорошее. Да. Так они и будут. Так вы и будут. Я же не собираюсь крафтить мастерворковский там гребень за 300 голдырь. Так, чесалку. Скорее всего, у Витана. Учитывая время. Я сомневаюсь, что Света придет ровно в 40 минут. Может и так. Может и так. Так. Эммм. Двадцать пять. Ну, пускай будет минус 10-15. Все равно он баскрафтил. Ура. Ставки, давайте. Быстро. Света. Света. Витана. Света. 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 Света или Витана? Витана или Света? Включить свет. Уверение походки. Света. Все-таки. Да. Много пакетов. О! А есть еще варианты? Витана еще могла. Честь милиции. Милиция и эти. Витана. Пришелец. ВКГБ уже здесь. Ну что ж. Тогда мы с утра пойдем. Выйду. Выйду. Угу. Проведем торговца. Ты до вечера просидел со своей заявкой. Вот. Но такого какого-то момента, когда бы она с тобой осудна не требовала. Потому что когда все разошлись, они вместе с товарищиком куда-то ушли. Неразделенная. Вот. Оттуда потом доносилось довольно посапывание и похрапывание. Понятно. О! Не судьба. Надо было Бардом играть. Может повезет. Дальше, чем в глубинке. Надо было Бардом начинать играть. Я лучший Бард. Скажи свою харизму. Я бы не сказал, что лучше. Я лучший Бард. Это не все. И все лучше, чем двор. С большим. Слышали. Полегче. Доброе утро. На себе. Накинулись. Света, за 5 минут до начала партии предупреждать о том, что ты опоздаешь на 40 минут, это в высшей степени подозрительно и непродуктивно. В смысле? Не, ну я на время до этого я... Ну, это очень похоже на наркомана. То есть наркоман только через 5 минут, понимая, вот за 5 минут до нужного времени... А я на время просто не смотрела. Я была занята делами, а потом посмотрела... Наркоман, что ли? Упоролась? Ух, да, сейчас будет упоротая леса. Заявка принята, кидай кубик. Чувак, мне кажется, она упоротая. Кого кидать кубик? Паненька тут снимают. Чайок, пойдешь? Все, это за это. Спасибо, кашляй. Полюсь, полюсь. Машеньку надо снять. Чайок вам даст выполнительный спас-просок. От нас, нам про чайок. Они проспыли вдвоем. Да. С чего? Ну мы, если ты помнишь только, что после сборки выплыли из моря. А, выплыли из моря. Да. А теперь мы где? Мы сидим в пульте придорожной двери. Чайок помогает. У моря поет сразу в дороге. На самом деле, я не скажу, что он стал хуже. Температура у вас до сих пор не появилась. Но насмерть перешел в ту стадию, которая называется стадия восторонения. То есть она течет чуть-чуть сильнее, чем вчера. Ну и кашель такой, более отхаркивающийся, что ли. Будем у врагов. Ухажите, люди. Ухудшись, не получится. Есть такая марлечка, а то у меня маска... Она на единичку кинула, больше кинула, чем надо было, чтобы простудиться. Ну в смысле? Хлопкие существа. Вот утром, проснувшись, позавтракали. Пойдем в Лускан. У меня ассоциации очень. Я не хочу в Лускан. В общем, в Ридлпорт мы идем. Мультур с торговцем в Ридлпорт. Торговцы провожали... Там что-то подозрительное. Устали. Там бандиты были. Ну, так в Ридлпорте, я так поняла из описания, что-то похожее. Пиратские семьи. Мы идем в местный Лускан. Наверное, другому бандиты там были. В Ридлпорт там пиратский город. Управляет мига крутой пират. Но он управляет им не потому, что он пират, а потому, что ему все доверяют и уважают. Разумеется. Это бывший пиратский город. Сейчас все там хорошо. Есть правитель, все дела. Пиратский. Разумеется. В общем, мы идем, видимо, в Ридлпорт. В общем, особых проблем с тем, чтобы добраться до Ридлпорта, тут нет. Вы потратили целый день. И к вечеру... Чихает, как не отхаркивает. Да. Для вас переход немножко был тяжел. Иногда сливаю с маски. Пробую ее снять. Я с утра вычесалась из Бернара и спокойненько ехала вверху. Вот. Недалеко от подъезда к тому самому. Вы можете кинуть Perception. Макинни Perception. Конечно, Макинни Perception. 25. Это же не кон. Так, господи, что? Это кон. Что говорить? Ну, 10 лет. Надо накидать вместе. На самом деле, 15 и выше. Вот. Ничего не видит. Ну, вы заняты насморком. Малиней в комфорте едет на Симбернаре, под ноги не смотрит. Где-то ничего не видите. А я из-за их чекали ничего не слышу. Что больше 25, то есть не 25, а больше 25, вы бы за какое-то расстояние увидели в кустах довольно жрущего малину медведя. Вот. Блин, я не увидела своего медведя. Ааа, паника. Может, вы Симбернар учурел. Вас увидел двор. Вас увидел медведь. Это вы где-то увидели. Он подпал вам руками. Вот. И вы, в общем-то, узнали ваших товарищей, которые отправились. Что они так делали? Рассказал, что слухи, которые были, оказались ложью. Вот. Все в порядке. А они отправились искать Дурида, да? Да. С главой этого самого. Вот, видимо. Он просто вышел погулять. Зато, говорит, я узнал интересную штуку о том, что на востоке у них тоже есть зеленый регент. Это какой-то император. Вот. Он не пропал. С ним там что-то случилось нехорошее. А-а-а. Так это не про Дурия Вендаревна. Вот. Еще он нам рассказывает о том, что в Карвосе все-таки решилась проблема с воткнутым в трон проклятым кинжалом. Эта компания искателей приключений справилась с этим. Правда, один из них погиб. Вот. Так что... Здрасьте, здрасьте. Осталось только непонятное «нет». Да. Ведь я вам, к сожалению, про это небо ничего рассказать не могу. Могу только рассказать о том, что животные себя ведут не очень хорошо. Вот они почему-то куда-то там пытаются подальше свалить. Вот. У медведя, вы можете обратить внимание, что у него как бы шкура такая, как наэлектризованная. Немножко, то есть он такой пушистый-пушистый. Ничего себе. Может и вычисать? По-моему, он твой шал бородатый. И тебе лохматый. Вы электризовали. Саукай. Тебе подходит медведь, так мюхает в руку. А я процягиваю его. И лижет ее. Медведь электризован, потому что его часто вычесывали. Ты должен быть такой, знаешь, как есть картинка с котом. Ну ладно. Как шарик. Большой шарик. Друид тебя так осматривает. Кто это? Да. Ты представился? Я тебе представился только что вообще-то. Ну да, это наш товарищ. Вот Друид и Инта не представлялся. Друиды, в общем-то, не особо фанативят по именам. Он живет в лесу. Ладно. Сам с собой разговаривает. Пока бородатым не будешь тогда. Турм его зовут. Я все помню. В общем, подошла Леня и сказала, что да. И познакомила вас. Что вот это наш товарищ Солкай, а вот это наш старый замечательный знакомый Турм с его замечательным медведем, который безымянный. Ладно, не буду обнимать. Потому что еще маленький. Общайтесь. Мы едем маленький. Леня пошла здороваться с медведем. Леня пошла обниматься с медведем. Какая девочка медведь? Медведь тебя не помнит. Ну, вернее, делает вид. Ага. Какие-то он давно не мог. 19. Ну, его хватает на минуту, потом вспоминает и реагирует весьма положительно. Ты видишь, что у него вот здесь вот за ухом сунут гребешок? Ага. Очень удобно. Клево. Я знаю, как я его теперь симбионаром буду носить. Хотя ладно, пусть в сумочке лежит. Может быть он сам себя будет расчесывать. Тихоряк. Ага. Он уже интеллектуал. У него столько скилпоинтов вообще просто. Вот. Он принцесса. Он принцесса. Просто не гребешок. Вы же не спрашивали мальчик, он ведь девочка. Точно. Мальчик. А он девочка. Мальчик. Вот. И вот здесь, судя по всему, действительно уже начинается то, о чем речь шла. Ну да. Говорят, что животные на самом деле стараются не высовывать. Те, кто живут в норах, в пещерах стараются не высовывать нож. Так что да. Видимо, будем смотреть, что будет происходить дальше и пытаться. По мере сил чему-нибудь помочь. То есть пока идем в гридл порт. Уже с друидом. Да. И медведем. Да. И медведицей. А, а Света с ламой, да? Не, ламу мы оставили. Она не уговорила ее, да? Не уговаривала, но не знаю уговорила ли. Лама не хотела быть на корабле. Нет, я помню, что команда не хотела брать ламу на борт, не знаю. Ламу, по-моему, никто не спрашивал. Ну, так всегда. Ламу не кончил, спрашиваю. Ущемление прав. Это все ваш расизм. Завел до этого. Так была лама у нас в цели. В дело солнца, лама была коричневая. У тебя там карты нету нигде, потому что я вот делал, но я не помню. Но это все здесь. Специально делал ламу карту. Не, я не могу. Не, я не видел. Специально. Ну, правда, ничего об этом не знаете пока. Ну, тут ничего не подписано пока. Подписано на биллборд. Верно я повернул. И рассмотрю. Если вы к нему подбирались вот отсюда. Личненько. Вот. Что вы точно заметите, придя в биллборд. Это здесь вот громадные, громадные. Там футов триста, пятьдесят, четыреста в высоту над водой. Такое каменное такое сооружение, типа арки. Угу. Вот. Я не знаю, пойдете ли вы к ней ее рассматривать. Еще что-то. Наверное, да. Но вот оно вот есть в прошлом. И оно видно из любой части города, даже подходя к городу. С этой стороны видно, что какие-то такие, видимо, когда-то была либо вулканическая активность, либо что-то. То есть небольшие такие горы. Угу. Которые, естественно, защищают город. Ну, с другой стороны, у вас пока не было. Поэтому я вам пока ничего особо рассказывать и не буду. На юге, я думаю, вы понимаете, что здесь вот больше порт. А на небе что? А на небе? А на небе? Те самые. Периодически темные какие-то, непонятные. Вот. Но этот я могу вам дать тоже карту региона. Да. Варисии. Интересно. Угу. То есть. На домах. Виделпорт вот. А мы откуда-то вот отсюда, видимо, пришли. На домах. Не видать надписи. Где-нибудь нас, наверное, на мыс от этого кино. Нет. Чего. Пора уже. Отличное время. Понятно. Подкупить по дешевке себе домик. Дорого там в Риделпорте стоит. Да. Ну, сейчас, наверное, уже дешевле, когда будут все бежать отсюда. А есть куда бежать, если ты и в Котопейше, и в Риделпорт. Все. По всему миру небо красное. И должен нас предупредить, что вы не знаете, что во главе Риделпорта стоим бывшие пираты. Ну да. Это понятно. Пока. На всякий случай. Почему у тебя такая черная повязка с черепом на глазу? У него нет повязки. У нее глаз явный. А почему у тебя попугай сидит на плече? Креп вместо руки. А почему? Почему у тебя деревяшка вместо ноги? В общем, я так понимаю, что вы ищите место где. Ну, нам рассказали про какую-то таверну. В самом деле, помимо этой таверны, таверны, есть еще другие таверны. Город большой, почти 100% есть. Или не хочет арку посмотреть? Ну, а надо узнать, что творится с небом. Для начала. Мудрый дворф. Давайте же спросим по дороге Карки. Или не очень хочет посмотреть на это странное сооружение. Мудрый дворф хочет найти какой-нибудь, не знаю. Давайте мы тогда сделаем по картам. Библиотеку. Библиотеку. Дварф. Ну, вероятно, мы не хотели. Видимо, мы стали испорить. Ищет книжки. Я так понимаю, Дварф в библиотеке. Ну, или что-нибудь такое. Или записи. Потому что, раз это было давным-давно что-то похожее, значит, может что-нибудь съесть. Солкай. Я молодец. Порасспрашивай местных, наверное. Кто у нас харизматичный. Юлини тоже порасспрашивает. И где библиотека, и что за арка. Может, библиотека по дороге Карки и будет, поэтому... Что-то. Ты гуляй по городу. Что ты сказал? Это я. Ты мечаешь. У нее что-то за арки и так далее. Не, ну я не просто... Я не кинулась в карки бросить всех. О, Баран. Они все кинулись по своим делам бросить тебя. Кто куда кинулся? А если меня того? Не знаю. А если меня того? Пока по своим делам только куда-то два.